А теперь я предлагаю рассмотреть три основных типа основателей церквей. А точнее, три совершенно разных подхода к организации новых общин. Мы будем много и подробно говорить о конкретных методах, но сейчас речь пойдет именно о подходах в этом служении. Подходах, которые принципиально отличаются друг от друга. Итак, три основных типа основателей церквей. Первый — это основатель-пастор. Он занимается тем, чем занимается большинство основателей, то есть пасет собранную им паству. Далее — основатель-апостол. Его подход сродни подходу апостола Павла. Он приходит куда-то, организует церковь и идет со своей миссией дальше. И последний тип — основатель-катализатор. Он организует общину и служит в ней до тех пор, пока она не окрепнет и не вырастет настолько, чтобы стать материнской церковью для новых общин, за формирование которой такой основатель снова берется. Каждый из этих типов требует от основателя разной одаренности и вполне определенного подхода к выполнению этого служения. Все это мы, собственно, и будем анализировать до конца нашего курса. А теперь давайте посмотрим на три обозначенных типа основателей более внимательно. Основатель-пастор. Мне думается, что с помощью этого подхода было основано около 80, а то и 90% церквей. Напомню, согласно ему, основатель церкви становится ее пастором. Он проповедник, учитель, душепопечитель, организатор, словом, лидер церкви. Традиционно основатель церкви, особенно если это миссионер-иностранец, остается в общине и руководит ею до тех пор, пока эта община не вырастет и не окрепнет настолько, чтобы самостоятельно, материально поддерживать пастора из числа местных христиан. Другими словами, как только появляются средства и свой, неиностранный пастор, миссионер может отбыть. Если же организацией церкви изначально занимался неиностранец, то он, как правило, остается в общении и продолжает служить в ней пастором в течение последующих пяти, десяти, двенадцати лет. Очевидный плюс здесь состоит в том, что основатель-пастор чаще всего имеет пасторское образование, то есть умеет преподавать, хорошо знает Библию и, скорее всего, имеет опыт пасторского служения. А вот минус такого подхода заключается в том, что он редко ведет к умножению церкви. Почему? Потому что избранная модель служения на это не ориентирована. По сути, в итоге получается примерно следующее. Миссионер-основатель говорит, мы надеемся организовать общину за три-четыре года, а потом передадим ее на попечение местному служителю, русскому в России, поляку в Польше, и я уеду. Но через пять лет церковь остается малочисленной. Основную работу выполняет сам миссионер. И даже спустя десять лет очевидного роста не наблюдается. Такой церкви может быть не один десяток лет, но она так и остается небольшой, стагнирующей общиной, где служением занимается в основном сам миссионер. Никаких подвижек в сторону роста, развития, воспроизводства нет. Мне ведомо, что такое организовывает церковь там, где на Евангелии откликаются крайне неохотно, где мало кто его принимает. Но причина этого подчас избранный нами подход к основанию церкви. Так вот, обсуждаемый способ оказывается действенным в том случае, если благая весть находит у людей живой отклик, а значит, община постепенно растет. А также, если церковь оказывается способной обеспечить приемлемую финансовую поддержку дипломированному пастору. Последнее вряд ли возможно в малочисленной церкви, или в церкви, состоящей преимущественно из малоимущих людей. Такая община, скорее всего, будет оставаться маленькой, а возглавлять ее будет пастор-миссионер, который, опять-таки, вряд ли решится уехать, осознавая не самое лучшее положение дел. Вот такая ситуация складывается в итоге. Пастор понимает, что замены ему нет. Кто в этом случае возглавит церковь? Кто займет его место? Так община попадает в зависимость от подготовленных лидеров. И что же делать, если А. Члены общины не способны обеспечить финансовую поддержку дипломированному пастору, или Б. Церковь для этого слишком мала, или В. Количество кандидатов на это служение весьма ограничено. Каков выход из такой проблематичной ситуации? Описанный подход вполне приемлем, скажем, для Северной Америки, где наблюдается быстрый рост церквей, где имеется достаточно подготовленных служителей, и где материальный вопрос остро не стоит. Но ведь такое положение дел существует далеко не во всех странах, и тем не менее мы упорно продолжаем делать то, что приемлемо для нас. В итоге – неудачи и разочарования. Второй тип – основатель-катализатор. Он основывает церковь, остается в ней, старается приумножить паству, чтобы эта община в конечном итоге была способна стать материнской для целого ряда новых церквей, которые появлялись бы каждый год или через год, чтобы в этой общине постоянно формировались и трудились служители-основатели. Вот почему данный тип и называется «катализатор». Заметьте, сам основатель новой церкви не организует, а готовит для этого служения команда из членов своей общины. Приведу примеры. Вы, вероятно, слышали о Рике Уороне, его книгах «Целеустремленная жизнь» и «Целеустремленная церковь». Так вот, за первые 10 лет, кажется, 10, если я правильно помню, их церковь основала порядка 16 новых общин. То есть сам Рик основал крепкую материнскую церковь и продолжал служить в ней, а она, в свою очередь, давала жизнь все новым и новым общинам. Еще одно имя – Боб Робертс, пастор техасской церкви, у которой со временем появилось около 100 дочерних церквей, причем не только в Техасе, но и далеко за его пределами. Таким образом, плюс данного подхода заключается в том, что он стимулирует воспроизведение общин, при этом церковь играет важную общественную роль. Как правило, материнская церковь представляет собой крепкую, продуктивную общину, которая занимается многочисленными служениями и пользуется доверием. Она располагает всем необходимым, не просто для основания новых общин, а для превращения данного служения в целое движение. Минус в том, что организовать такую материнскую церковь может только очень одаренный человек. Я уже много раз преподавал этот материал, в том числе и основателям церквей. Про основателей апостолов я еще не говорил, но обязательно скажу. Мы рассмотрим все три подхода. Кто-то скажет, лично мне хотелось бы быть катализатором, лично мне хотелось бы основать в нашем городе большую материнскую церковь, от которой образовались бы многочисленные дочерние общины. Хорошо. А теперь давайте прикинем, что будет с вашим проектом лет через пять. Ведь, по сути, не вы выбираете, каким основателем стать. Это целиком Божья воля. И не все обладают нужными дарами. Спустя пять лет вы рискуете получить общину из 50 человек. Вместо крупной материнской церкви, о которой грезилась и мечталась, сформировалась вот такая маленькая община, едва способная к самообеспечению. Вот почему я и говорю, что если Бог наделил вас столь исключительными дарами, как в случае с Риком Уорреном или Бобом Робертсом, без сомнений, принимайтесь за дело, и благословит вас Господь. Такой подход особенно продуктивен для крупных городов, так как в маленьких населенных пунктах большие церкви, как правило, не возникают. Организуйте, у вас для этого все есть. И это чудесно. А ведь есть далеко не у всех. В 60-х, 70-х годах исследователи задались целью понять, какие факторы влияют на рост церкви. В результате чего появляются многотысячные общины? Так вот, выяснилось, что у большинства таких супер-церквей супер-пасторы. Обычный пастор может трудиться ничуть не хуже, просто он в меньшей степени одарен. Это и впрямь исключительные люди. Итак, это замечательный подход к основанию церквей. Если Бог открывает вам такую возможность, реализуйте ее. Это поистине уникальный случай. Просто помните, что пасторам-основателям за день не становятся. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok